Проспер Мориме Проспер Мориме является классиком французской литературы XIX века. Учаясь в университете, я познакомилась с его творчеством, которое меня не оставило равнодушной. Отличает этого автора динамичность сюжетов, потому что новеллы по своему объему небольшие, и сюжет очень лихо закручен. Все его новеллы построены по определенной фабуле или по определенной композиции. Как правило, повествование ведется от рассказчика, который и повествует о том, что же происходит в этой новелле. И надо сказать, что все новеллы еще и носят такой психологический характер. Они раскрывают удвойственность человека. И сам Мориме говорит с помощью своих новелл о том, что натура у человека двойственная. В том плане, что он может быть один в обществе, может быть совершенно другой, наедине, например, с своими близкими людьми. Или открываться с другой стороны, с людьми, которым он хочет показать свою истинную натуру. Более подробно хотелось бы остановиться на новелле, которая называется «Локис». Название необычное, и здесь очень много мистификации. Кстати сказать, Проспер Мориме тоже любил добавлять элементы мистификации во многие свои новеллы. В этой новелле есть пролог, такая литовская пословица, которую, собственно, самый автор придумал. И говорит, что Локис – это мишка. То есть Локис и мишка одно и то же. Сразу мы начинаем подключать свой ассоциативный ряд и понимаем, что мишка – это медведь. Но события в новелле происходят в литовской провинции. Естественно, литовский язык, он несколько отличается от русского. И многие моменты, например, для читателей европейского, они не сразу могут быть понятны. Но в том плане, что, например, Локис – мишка. То есть мы сразу проводим параллель, что мишка – это действительно может быть медведь. Потому что у нас все сказки так выстроены, что медведь – это мишка. Умучительно оскательное название. Так вот, эта новелла необычная нам рассказывает о графе Михаэля Шереметти, который прозывается в одной из провинций Литвы. И к нему в гости приезжает профессор Кёнигсбергского университета. Для того, чтобы воспользоваться одним из фолиантов, находящихся в богатой библиотеке графа. При знакомстве этих двух людей профессор, от лица которого, собственно, ведется повествование, обращает внимание на необычную внешность графа. У него очень близко посажены друг к другу глаза. И в то же время граф отличается от атлетической фигуры. Он довольно-таки высок, широк в плечах, хорошо сложен. Но вот лицо графа напоминает схожесть с каким-то животным. С каким, сначала профессор не может понять. В повествовании данной новеллы очень много мы встречаем фольклора литовского народа. Всевозможных былин. Отрывок из одной былина я чуть позже зачитаю. И профессор вообще приехал еще и затем для того, чтобы изучить один из диалектов литовских крестьян. Так как крестьяне отличались малой грамотностью, то есть большинство крестьян того времени, они не могли писать. Соответственно, они не могли свой диалект оставить для своих потомков. То есть они его просто не фиксировали, так как не обладали письменностью. Так вот, профессору было интересно все. Все, что касается обычаев, традиций, в том числе и жизни графа. В скором времени он узнает, что при рождении, при появлении на свет графа случилась необычная история. Он видит мать графа и понимает, что эта женщина не в себе. И доктор, который наблюдает эту женщину и живет в замке вместе с графом, рассказывает о том, что когда отец графа женился на будущей матери графа, через два дня после свадьбы они отправились на охоту. Так как здесь дворяне любители охоты. И женщины в том числе часто сопровождают своих мужей. Так вот, на охоте произошел такой инцидент. Графиня потерялась. И никто не мог ее найти. В скором времени собаки почуяли след и увидели, и охотники увидели, что графиню тащит медведь. Графиня была без сознания. Все растерялись. Но рядом был человек, один из охотников. Такой служащий. И он выстрелил в медведя и застрелил его на повал. Графиню привезли домой без сознания. Ее осматривали врачи, в том числе и в Российскую империю ее возили. Но в скором времени выяснилось, что графиня потеряла рассудок. Тем не менее, через 9 месяцев графиня родила абсолютно здорового мальчика. Но как только она видела этого ребенка, она начинала кричать и говорила о том, что ребенка необходимо убить. Михаила Шеремета отличала любознательность. Он был довольно начитанным, умным человеком. Но все-таки было в нем что-то, что тревожило профессора. И вот однажды профессор лег спать по приезду в замок графа. И ночью он увидел в окно, что кто-то поднимается по дереву. Он подумал, что это какой-то зверь. Он выглянул в окно и прямо напротив своего лица увидел лицо человека. Это потрясло профессора. На следующий день, встретившись с графом, во время разговора, граф признался, что это был он. Что ему просто было интересно, чем занимается профессор ночью. Здесь сразу автор нам дает подсказки о том, что что-то происходит. И постоянную связь Михаила Шеремета. Опять же, здесь можно обратить на имя. Михаил, Миша, Медведь. То есть такая вот постоянная цепочка идет через все повествование. Рекомендую для прочтения сборник новелл про Спера Мореме. Данный сборник называется «Кармен». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому". Субтитры создавал DimaTorzok